Здравствуйте еще раз. Тема моего доклада назначена. Еще раз повторюсь, вот как вчера один из товарищей наших говорил, что основная цель присутствия членов сообщества в сообществе это обмен опытом и не обязательно положительным, но и отрицательный тоже опыт. Я хотел бы рассказать в целом о положительном опыте, но как это начиналось, как и всегда, наверное, не пожелаешь таких проектов нашим коллегам. Но в итоге мы справились, сделали. Я немножечко теории положил, пару слайдов с текстом. То есть мы реализовывали, по сути, один из элементов информационной системы под названием supply chain management, управление цепью поставок. Ну на самом деле это как бы такое глобальное понятие, да, то есть внутри этой системы есть несколько подсистем, которые, ну скажем так, возможно было реализовать. Мы занялись, я не выделил специально, мы занялись реализацией вот контура WMS, Waterhouse Management System, управление складом. Здесь получилась небольшая рекламка, то есть и в принципе по теме я расскажу, почему так. Ну то есть мы занимались, автоматизировали этот контур в основном. Вопрос звучал как? Значит в 2009 году, когда наше руководство решило оптимизировать склады, на тот момент у нас, ну склады представлены были в виде, ну как бы таких нагромождений продукции, причем там многорядной, не форматированной и так далее. То есть там часто продукция падала с высоты там на погрузчик, все это краской обливалось, у нас лакокрасочное производство, ну и как бы со всеми вытекающими. Ну соответственно найти продукцию было сложно, в общем, к этим проблемам мы пришли вот в 2009 году, к пониманию этих проблем, к пониманию, что их надо как-то решить. Но к этому пониманию пришло руководство. Соответственно позаботившись о том, чтобы закупить складское оборудование, так называемые были гравитационные стеллажи, шести, если я не ошибаюсь, этажные. Ну там конфигурация разная, в зависимости от конфигурации наших складов, там где шестиэтажные, где трехэтажные, где глубина 8, под 8, по лет где меньше. Ну смысл в том, что вот как бы руководство благодаря поставщикам этого решения иностранным закупило складское оборудование, уже началась сберка этих стеллажей, и только тогда, ну вот наверное так у нас в нашей стране бывает только, только тогда вспомнили о том, что а как же это все будет работать, то есть ну как, кто узнает, какая продукция лежит и так далее. Ну в общем, я стал перед фактом о том, что нужно что-то делать, ну грубо говоря там за полмесяца, за месяц. То есть в феврале 2009 года мне поставили задачу как-то это дело автоматизировать. А уже 10 марта или 13 марта, как бы уже планировалось, что все будет собрано и все должно заработать. И ну в общем так сложилось, что к нам зашла вот компания, ну на базе там продукта Oracle с продуктом Kuguar, они как бы разрисовали перспективу, свой продукт показали, ну достаточно все там, вплоть до 3D графики реализовано, то есть, ну с точки зрения еще, визуализация процесса складского хозяйства. Вот одну из картинок я в них взял для презентации. И ну получается как, то есть как бы учитывая стоимость складского хозяйства, стоимость программного продукта, это было немножечко шокировало. Наше руководство, то есть там это было где-то там сотни тысяч евро. Ну за продукты и программные у нас таких денег еще не платили. Все привыкли к тому, что, ну как все в стране, что это должно быть либо бесплатно, либо там очень дешево. А тут озвучены были такие цифры, и ну как бы развернулись, руководство развернулись к нам, сказали, ребята, вот мы все сделаем сами. Вот, ну мы как бы взвесили все зоопратив, в это время уже успели перштудировать эту тему, там порыться в интернете, посмотреть решение. И ну собственно у нас было два варианта. Либо написать самим, ну вернее как, либо приобрести что-то готовое, как и другая картинка вот этих решений. Либо приобрести что-то готовое, либо ну что-то набросать, как обычно, на скорую руку самим, чтобы это заработало. В общем, что-то готовое без понимания, что оно, ну готовое в смысле дешевле что-то, ну не какие-то там европейские, западные продукты. Что-то готовое, ну как обычно, для того, чтобы купить, все равно нужно понять, что нам нужно, а времени не было на это. Поэтому как бы, ну мы рискнули в очередной раз, это не единственный такой проект, и пошли на, ну как бы, как я скажу, самописное решение. У нас, ну 90% софта учетного, там аналитического, все на 1С. И мы, в основном, седьмая версия, мы рискнули с ребятами, ну по сути, как бы я и мои коллеги. У нас было двое на этот момент все программистов, я как старший. И про что делали быстротерно, ну в общем, посмотрели, какие есть решения на рынке, 1С логистику посмотрели, или еще там куча каких-то решений. В данном случае я немножко, в случае материалы брал из Аксиот, 1С есть, логистика решения достаточно хорошая. Но у нас не было времени, и в принципе денег, ну, жалое руководство тратится на какие-то решения. И проект, наверное, не было. То есть мы не успели бы, если бы это был проект, там, с чужой компанией. Поэтому мы посмотрели логику процесса, посмотрели какие-то видеоролики, посмотрели картинки, и я, ну, так, таким методом, только, ну, честно говоря, было все это очень ускорено, мы были просто брошены на то, чтобы как бы это все реализовать. Мы это сделали. Значит, ну, так, слайды подобрались, если кто-то темы адресного хозяйства, не знаю, не сталкивался, просто, чтобы понимать, о чем речь. То есть это вот такие длинные колонны стеллажей, многоэтажные, значит, ну, собственно, как мы пошли, каким-то тем. То есть... Сейчас назад. Мы начали изучать эту тему. Ну, собственно, вот там, время пошло, то есть на изучении, на программировании было очень мало времени. Я тут пару слайдов покажу просто так, чем мы оперировали, то есть кроме там видеоинформации какой-то, как работают, как процессы вообще происходят, то есть у нас даже не было этого представления, лично у нас айтишников. Конечно же, как бы, те, кто проектом занимались, как адресным складом, они там ездили, знакомились с этой темой, организационной, но мы как бы должны были так, очень быстро все это понять сами, как обычно. И, ну, жизнь такова. Поэтому у нас еще были чертежи наших складов там, во всех проекциях и так далее, чтобы мы понимали, как бы, как это все будет устроено. То есть мы, соответственно, формализовали процесс, то есть, ну, как бы, ну, в принципе, это любая система адресного сохранения, они так работают. То есть адресация, почему называется адресный склад? То есть все стряжи, все ячейки, все участки, все адресованы. Ну, в общем, мы там маршрутизацию склада прописали для себя, тут картина сейчас у меня, у них все от руки многие были нарисованы, с маршрутами движения, техники склада. в общем, в общем, изучили тему и отсюда на коленках написали. То есть, ну, там, такие сложные рисунки с маршрутами, где кто может ездить, где кто не может, какие там ограничения по технике. И, в общем, формализовали процесс. И, ну, расписали, как бы, все складские операции, которые мы будем реализовывать. Ну, в начале мы так, как были, как бы, процессы, типа, применять производство, положить на стеллаж, снять со стеллажа, ну, то есть, применять производство и применять, ну, вернее, погрузка на отгрузку клиентам или на нашу филиарскую сеть. То есть, ну, соответственно, как бы, там решались в основном две тяжелых задачи такие, транспортные, да, но со связкой с адресным складом. В общем, это уже такая более приятная, ну, сложная схема, которую мы в итоге, которые тоже пришли. Ну, на самом деле, мы там два-три элемента первоначально сделали, чтобы они заработали, потому что у нас они физически не будут работать, никто не будет знать, где какая продукция. То есть, мы там прописали адресацию склада, там основные справочники, здесь не видно, просто схема большая, то есть, адреса, склады, ну, лечейки, зоны, маршруты и так далее. И ввязали это все с первичными документами, которые есть в системе, родили, так сказать, некоторые сущности, не свои, новые сущности. Ну, собственно, как бы, это формализованный процесс. За технической как бы частью мы не стали там далеко ходить, посмотрели, как это делается в мире, и, по сути, у нас есть партнеры в Дмитрия Кутеровской области, мы сами из Днепродзежинска, это ВВС-сервис, системброт, в общем, компания, которая занимается автоматизацией торговой деятельности, складской, и, по сути, взяли классику жанра, это мотороловские терминалы, ну, как бы, как в том, фарфакторе, который нам нужен, это там две модели, 30-90-90-90, которые работают по беспроводной сети, Wi-Fi в нашем случае, в зале какие-то принтера штрих-кодов для полиции, для идентификации полет, зевровские стационарные, которые там, как бы, в офисе используются, модельные, которые там в зоне комплектации работают, в зале оборудования, Wi-Fi, то есть, одна наследка на всех, так сказать, проходах по всему складу, и вот это все хозяйство, она, как бы, поднималась, это все, ну, по сути, суть, особенно силами компаний-онегранцы, потому что там можно было все грамотно сделать, там, самая неформодательность не делала, хотя данный вариант хочет доступ накупить, и этим обойтись, но там есть норанцы, то есть, допустим, при переходе из зоны в зону, если точка доступа, там, мы поддерживали этот переход планы, то происходило до отключения программы, грубо говоря, и нужно было там зоны включаться и запускаться, а вот оборудование, ну, в данном случае, мотороли, которые мы выбрали, оно, ну, грубо говоря, там, коммуникатор один есть, и на санконе расставлены, и, как бы, бесширный переход между зонами происходит, благодаря оборудованию терминалов, ну, то есть, терминалы моторолевские, сетки моторолевские, они там, между собой, очень бесширно работают, причем, набранцы нам помогли запустить сетку, связать железо, часть, а мы это все уважали вот с нашим хозяйством, которое у нас на 1С, по сути, это самописная конфигурация, оперативный контур, весь самописный у нас. Значит, все это на его зале, и, ну, пришлось коснуться темы еще оборудования, которое у нас уже установило, то есть, это аппликаторы штрих-кодов на продукцию, ну, я просто фотографию взаим, у нас примерно так же это выглядит, то есть, тут конвейер, баночки или упаковки, и автоматически наносится штрих-код на разные типы фасовок, то есть, нам пришлось в 1С завязаться и напечать вот, штрих-кодов через это оборудование, которое работало со своим программным обеспечением, как бы в ручном режиме, там, начальник смены или кто-то задавал, там, какие штрих-коды печатаем, и пошла линия. Мы это все завязали через 1С, то есть, как бы, централизировали, и все, всю информацию штрих-кодовую, теперь выдает наша система, ну, там, подписали драйверы какие-то, или подсвязали, и, в общем-то, все это работает теперь, как бы, в комплексе еще с каким-то промышленным оборудованием, которое, там, пришлось немножко возвратиться, чтобы это заработало. Это так, я кучу слайдов накидал экранных форм, которые они, ну, честно скажу, вами не было на сочинение своего, мы где-то сплагиатили, где-то подсмотрели, где-то что-то как-то, ну, никто же не запрещает, мы сделали своя в итоге, то есть, полностью с нуля это было написано с нуля, отработано. Как это работает? Это работает на СМР-ке, нам предлагали, вот, наши поставщики оборудования, они занимаются автоматизацией, там, на дотмете, под Windows Mobile еще чего-то там написать или внедрить их на решение. Вот так как времени не было на интеграцию, нам быстрее было набросать формы самим. А завязались мы через что? Вот ключевое, я в голове прокрутил, ну, идею. То есть, мы работали, и сейчас работаем через терминалы Windows, грубо говоря. То есть, на терминале у каждого, у каждой единицы там техники, да, у погрузчика, у скуповщика, у штабеллеров, есть одна единственная иконка, мы там лишнее подбирали, все подбокировали, запуск DNS, запуск нашей системы, нажав на которую запускается RDP-клиент на сервере, и, соответственно, мы там все формы под все эти самые все этапы работы прописали. Это, по сути, как бы набор форм неполный, только всего лишь по одному, так сказать, контуру, это там, проведение отгрузок. Я вот так, как бы, я сегодня по-быстрому, честно скажу, писаю презентацию поэтому с утра, я просто для примера, то есть, вот это набор инструкций, который был разрабатан нами 5 заводительских, под каждой там этап, да, какой-то вид деятельности, погрузка, отгрузка на клиентов, прием, там, готовить продукцию от поставщиков какой-то, если мы покупаем что-то, и так далее, то есть, прием к холодине, прием к строительству. То есть, так набор и комок, это была только небольшая часть, только какой-то контур по отгрузке. Ну, собственно, я уже так плавно и к концу подошел. Собственно, с 2002 года это запущено. Выводы какие? Техника моторэйла себя оправдала. Поломок не было вообще. То есть, в принципе, у нас там были варианты, что-то дешевле взять, все, но взяли дорогая, ну, как, я уже настояюсь, чтобы не экономили хотя бы на этом, чтобы мы там не связались с какой-то Китаем с какими-то проблемами. По сути, поломок не было вообще, кроме там однолюбитого экрана, что-то было сделано и что-то еще. А так только там меняем пленочки защитные, чтобы не стирали экраны периодически и, собственно, все. оборудование себя оправдало, работает как часты. Там немножко где-то там наша внутренняя сеть там где-то сбоила, это все было устранено, потому что она работает в реальном времени и там любой простой там сразу играет такой караил, что все стало. То есть, стала техника и это сразу же как бы стимулирует нас чтобы все управлять. Поэтому техническая часть там быстренькая, первое время там, что все вылазило, была устранена и вот работают как часты. Программа тоже. Мы вот получается запустились к марту, то есть у нас уже было решение базовых функций, потом, конечно, это все обросло там, там-то набором. Мы вот в марте уже стартанали и, ну, в течение марта на самом деле. И к маю уже все шуршало, причем там второй раз моментаризация была проведена такая, ну, как бы адресное хозяйство. И, собственно, с 2004 года и программа работает как часы. Были моменты, связанные с 1С, которая там, ну, как бы нагрузка на сервер, потому что люди работают вот в терминалах, там порядка сейчас 15 единиц, кладовщики, ну, до 20 уже, наверное, кладовщики, погрузочной разрежечной техникой, там и так далее, комплектовщики. Были проблемы с производительностью, ну, как бы такое дело, то есть мы порешали либо аппаратными средствами, там, увеличив мощность сервера, разгрузив, убрав там какие-то другие сервера, другие базы, системы, либо программным, там, подоптимизировали то, чтобы на скорую руку было неоптимально. И, по сути, на СМР-ке это все работает, шуршит и еще долго будет жить. Ну, скажем так, вот вывод какой, я недавно был на семинаре Моторолы, ну, подогидал по ложе поставщика решений программного, Моторолы была, зебра там, железные были решения, и я как бы, ну, мысленно подумал, ну, может уже хватит изобретать велосипеды, в принципе, уже, ну, подпать я с Израиля на покупку каких-то решений более продаманных, ну, как бы, чтобы мы уже не нагружались какое-то там изобретение велосипедов. Вот, пообщавшись с директором по логистике, я понял, что покупки не будут, потому что все устраивает. Этот ответ был такой, как бы, нам ничего не надо, то есть, если чего-то нужно будет, какие-то ключевые функции, тогда мы их там, ну, закажем вам или нам, то есть, или это самое. А вот, как бы, покупать что-то масштабное, в принципе, вот, жизнь показала, что даже не нужно. Причем, я уже инициатором, теперь был, давайте все-таки, может быть, пересмотрим, ну, потому что есть там возможности намного больше, которые мы, ну, физически никогда не реализуем, времени не хватит. Ну, поэтому ответ был такой, что нет. Ну, вот это мой там традиционный слайд, который на своих презентациях у нас дают, то есть, как бы, там мой, там лозунг, да, вверху, а внизу это лозунг нашего предприятия, который уже многие года единственный, неповторимый. Так что, спасибо за внимание, если есть вопросы, я могу больше. Спасибо. Семерка. Семерка, 7-7. Да, 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 да. Ну, систему справочников разрисовали, и все в одной базе. Прямо мы в оперативную базу оперативного учета, в которой ведется консолидированный учет всех, там, 34 филиалов, впихнули туда и адресный учет. Я говорю, там у нас были проблемы с производительностью поначалу, мы их устранили, было желание вывести в отдельный контур, в отдельную базу, но мы так к этому не подошли, порешали другим путем и до сих пор желания пока нет. Ну, как оно есть, такое тайное, чтобы все вообще летало. Но мы пока все достаточно в пределах нормы, так сказать, все задержки, то есть мы там секундомером все замеряли, ходили, то есть, насколько, когда там были недовольства, и устраняли это вот таким образом, то есть, там, оптимизировали код, где-то там, что-то усказали, ну, по сути, все там, и устраняли свои ошибки по-быстрому, которые были допущены, чтобы она просто работала, потом уже оптимизировала. порядка 40 гиг, не такая большая, как бывает у некоторых организаций. Реально, вот, в этой многоменции 5 и порядка 300, оперативно работающих в реальном времени, ну, в районе до сотни, ну, обычно до 50. Ну, а сквозковое хозяйство заходит, заходит там, утром, вечером, когда начинается приемка с производства и погрузка, ну, то есть, как бы, эпизодами, не круглосуточно. Вот это самая у нас такая, как это, команда, для которой, там, зеленый свет по всем, там, направлениям, чтобы они, ни единой задержки не было, потому что там, вот на практике проблема, только там погрузчик где-то там на секунду застоялся, там, ну, реально все стоит, то есть, он не знает, что делать, что-то там, где-то не работает, поэтому там, но все там, тем не менее, живет в единой системе, где работают тут же люди, и там еще, в общем, есть куда реализоваться. Ну, прежде всего, хочется, наверное, всем тем, кто работал и имел опыт в таких проектах, я думаю, что за месяц поанализировать задачу, реализовать, протестировать, задействовать, можно поделать стоя и это, ну, от души. Вопрос, ну, по цене решения руководитель, руководство компаний, вот, говорили, сколько, сколько, насколько вошлось ваше решение по сравнению с тем, что, там, Мороков, там, или другие компании? говорили, ну, тогда, тогда не особо говорили, потому что в тот период еще я был таким увлеченным человеком, который, как бы, пашет и пашет, ну, как бы, свалилась задача, посетала, нагнулись и делаем. Сейчас уже говорим, и, ну, это оценено действительно объективно, руководство понимает, что, ну, как говорится, тут сделано за еду, и, нет, ну, там, определенные, как бы, мероприятия у нас в ближайшее время уже произошли, поэтому понимание есть, поэтому, ну, как бы, да. Ну, скажем так, да, я уже морально перешел, наверное, из, как это, из уровня, вечно всем должного, в уровень предлагающего человека, и сейчас, слава богу, понимание есть, поэтому еще не ухожу никуда. Я думаю, будем еще долго, плаваторно работать. у меня вопрос следующий, вы могли бы описать полностью вот бизнес-процесс, алгоритм, ну, к примеру, как производится поиск товара на складе, то есть, вот, от начала до конца, то есть, поэтапно. в зависимости от задачи, то есть, задачи, я так понимаю, найти товар и там, в зону погрузки, да, переместить. Как это происходит? Вот. На пальцах. Не, ну, я могу. Да, могу и на пальцах, у нас уже опыт есть. Значит, ну, просто на этом слайде оно будет нагляднее. То есть, вот, то, что показывает, там, список инструкций рабочих, значит, вот, каждая инструкция, там, пошагово расписано, то есть, действие, ну, вообще, работа с мобильными терминалами, она, как правило, сводится к элементарным действиям, ну, в любом случае, любой, там, торговый, если представитель работает на сроке, направление, то есть, то есть, действие должно быть расписано, буквально, там, пошагово. Открой, там, основной экран, авторизация, ну, в программе, зашел, ввел свой пароль, дальше, там, определил, какие-то, там, параметры стартовые, выбрал вводные данные, и так далее, и так далее, и так далее, но в смысле в чем? В смысле в чем? Там, допустим, кладовщик, который по отгрузке, он видит перечень, ну, грубо говоря, филиалов, ну, в нашем случае, или клиентов, если прямые клиенты с главного предприятия, куда, ну, необходимо, что отгрузить, в реальном времени. То есть, этот перечень формирует менеджеры, которые, там, набирают эти отгрузки, и так далее, предварительно, значит, этот перечень имеет, там, определенные свои статусы, вот мы тут, ну, визуально тоже вяли, то есть, там, всякую идентификацию, цветовую, графическую, то есть, кладовщик, что делает, он там, ну, грубо говоря, говорит, там, отгрузки по Львову, открывает перечень полет, ну, так сказать, наугад раскакал, перечень полет, вот, ну, наушка, да, то есть, перечень полет, это, не полный, порядка 20 полет, то есть, моно полет, и микс полет, уже с дворных, там, где программа сама, мы там, оптимальные алгоритмы, вообще, комплектации, тоже прописали сами, там, привлекли человека, с математическими знаниями, которые там алгоритмы прописал, в штате у нас был на тот момент, и, ну, то есть, действие, когда человек, чему следует, он говорит, ну, грубо говоря, там, тыкает стилусом по полете, ну, в каком-то порядке, причем, все везде построено в каких-то приоритетах, то есть, человек меньше данных, он просто, выводит, там, список полет, там, сразу моно полет, и потом микс полет, он, прошелся, там, разгреб все, моно полет, кто-то раздал задание, так вот, тебе ответ на вопрос, по моно полетам, взять вот эту, ну, вот этот, он кликает на, там, строчки, там, с какой-то продукции, значит, дальше программа, ему, вот, следующий слайд, показывает, где она лежит, в каких адресах, и в каком количестве, вот, остаток, и, ну, всю статистику, то есть, остаток реальный, сколько уже по другим заданиям, выдано, то есть, программа не даст больше, чем реально, минус, ну, как бы, и, собственно, там, кликает, опять-таки, стилусом, там, кличет на какой-то адрес, адрес, тоже расположенный в правильном порядке, ну, как это было, в порядке определенных приоритетов, да, там, по методу FIFO, и, и так далее, значит, и, где там продукция залежалась, ну, все эти элементы учли, и, кодорщик тоже, там, далеко не думает, он, по сути, выбирает, там, из верхушки всегда, во всех случаях, а может выбирает, ну, произвольный, если там, ну, решили, что снять, там, не с оптимального, какое-то там залежавшееся место, а вот где-то там, когда ситуация случилась, надо разгрузить адрес, он быстрее его там выгребет, который с конца, то есть, там есть как приоритеты, так и вольности какие-то, и какие-то жесткости, то есть, он просто выбирает адрес, значит, потом выбирает, вот, высвечивается у него список, здесь картинки, ну, типа вот этой, картинки нет, то есть, есть единицы техники, которые могут эту задачу выполнить, и, ну, люди там, фамилии, имя, отчество, и количество текущих заданий, то есть, он видит, кто у него есть сейчас свободный, и видит, насколько он загружен, и тоже может там нагрузить того или другого, то есть, тут он с конца поступает, менее нагруженным дает, и, соответственно, кликает на, там, колзет или, там, на электропогрузчик, вот, ЕП, там, номер один, физическое лицо, такое-то, а у этого человека приходят в реальном времени, вот, задания, у погрузчиков есть, здесь нет этой картинки, но, смысл в том, что есть свой, единственный экран, у всех, у всей погрузочной, разрезочной техники, где просто список заданий, в виде двух адресов, с адреса, там, ГАЛ 1, 0, там, 0, 0, 8, в зону, у АР, там, 1, ну, как бы, условно, вся эта адресация, на визуальном на складе, везде маркировки есть, всех проходов, всех адресов, всех и так далее, зон, все уже, ну, это, как бы, заучивается очень быстро, и все к этому привыкают, и все эти зоны, адреса, все маркированы штрих-кодами, и то есть, логика такая, кликнул на ячейки, откуда брать, кликнул, кому дать задание, кликнул, этому, это вот пришел в список заданий, поправился с уведомлением, и там, с какой-то визуальной, или аудио-напоминанием, просто чтобы заданий у него не было, и они там в приоритете по времени поступления тоже расположены, и он просто должен шуршать, как говорится, ни о чем не думать, то есть, должен приехать в зону, там, ДЛ-1, отметиться сканером, то есть, там, верификация идет, вот, сканером адресов, он там, кликнул на адресе, что туда приехал, кликнул на, снял продукцию, вернее, кликнул на стойки, ну, на стойки с адресом, откуда снимает, снял полет, кликнул на полете, проверил, это самое, ну, то есть, есть определенный алгоритм действий, что это то, что нужно, ну, как бы, есть такая этапность, которая, он может не снять продукцию, если там не туда приехал, кликнул, программа, зарабляется, что не был адрес, но там уже человеческий фактор, то есть, если он все-таки снимет, как бы, введены какие-то санкции, за какие-то там, какие-то случаи, и, собственно, снял, там, везде подтвердил, что приехал, подтвердил, все снял, приехал в зону, куда нужно положить, или в адрес, то есть, тут полностью, или в зону ставишь свободное место, произвольное, или в адрес, который назначен, то есть, тут обратная ситуация, приемка с производства, берет в зону, ложит конкретный адрес, отгрузка берет с адреса, ложит в зону, подгрузки, под конкретную машину, конкретную ворота, и вот, собственно, приехал, взял, поехал, положил, отметил все, то есть, и вот, каждый вот, шуршит, вот, списка заданий, и все это работает. Ну, в итоге все это накапливается там в зоне погрузки, и, собственно, вот этот самый товарищ-кладовщик на погрузке, он видит вот статусы, где, насколько, что уже выполнено. То есть, точно... Да, да, ну, на терминал со сканером. Соответственно, все статусы, вот, состояние, можно ли там оборужать, или уже уехал, а еще что-то они все тут тоже визуально как бы отмечаются, и все наглядно, как бы, вот каждый видит свой фронт работы до конца ванцмены. Ну, вот так вот. Это только один из элементов, то есть, подрузка тут самая. То есть, вот так каждая цепочка, она вся расписана там пошагово. Ну, как бы мы эту модель поняли, когда там изучили тему, разжимали в очень сжатые сроки, и, слава богу, все сделали.